Ну и вот то, чем мы сейчас занимаемся и будем в следующем году активнее заниматься, наш проект, мы называем это цифровой помощник механика, тоже может быть для вас. Интересно, в чем посыл наш на сегодняшний день. Вот это вот наш коллега, то есть не цифровой механик, я думаю, что вы сами подтвердите, он принимает решения часто, исходя из своего опыта, то есть какой-то экспертной оценки, из какого-то мнения, каких-то прошлых ремонтов, которые в голове у него. То есть он и решения разных нет цифровых механиков, они будут разные для одинакового, например, отказа, что он там думает. Идея в том, что попытаться действительно сделать приложение или там сервис, цифровой механик, который может пересчитывать комбинации вот эти дефекты, последствия и предлагать более оптимальное решение в точке зрения, ну, чисто математики. Что дешевле, что выгоднее, что меньше, что больше, что, так сказать, быстрее, да, в точке зрения текущего ограничения. Вот инструментарий этого цифрового механика, он такой обширный. Были вопросы там до этого нашего мероприятия, где там место МЕС-систем, где место СУТТП. В общем, эти все системы, в точке зрения наших пониманий, они являются инструментом предварительного сбора данных об оборудовании, и СУТП, и стационарной системы диагностики, и приборы учета. Они поставляют информацию для этого цифрового механика. У него в голове есть некое, ну, в голове. На жестком диске загружена вообще какая-то алгоритм принятия решений, алгоритм решения задач, есть данные по оборудованию, ну, и какие-то вот сценарии внешние, там, цены на сырье, цены на ресурсы какие-то, да. Он их может держать в такой, как инструмент обработки данных. Какие навыки ожидаются от этого, от цифровых решений вообще, и вот этого механика в частности? То есть мы часто говорим слово «оптимальная стратегия» или «оптимальный порядок сборки-разборки агрегата». Что мы сейчас хотим заложить эти наши эмоциональные, скажем так, желания в навыки этого самого цифрового механика? Ну, здесь они такие общие, и некие первые заготовки, некие первые результаты, как этот цифровой механик может выглядеть, мы уже там делаем. В частности, вот так может выглядеть оптимальный жизненный цикл какого-то объекта, то есть именно те периоды, когда нужно делать воздействия, какие воздействия, в каком объеме и сколько они стоят, рассчитаны исходя из надежности оборудования и компонентов по данным завода-изготовителя либо данным по эксплуатации. То есть это некий реально оптимальный бюджет с точки зрения рисков. И КТГ по годам, которые действительно достижим при этом уровне риска. Опять-таки это сделано без участия, скажем так, человека, без мнения механика, только по данным из информационных систем. Собственно, я там показывал ранее, вот эта кардиограмма пила отказов или рисков отказа компонента, она нам дает инструмент расчета оптимальной точки воздействия для каких-то вот компонентов этого объекта. Это наше решение уже это умеет делать. Мы сейчас боремся за качество исходных данных. В этом является самая большая неопределенность. Где взять наработку, где взять текущие отказы, которые были в прошлом, чтобы их заложить в модель. Но так или иначе, эта модель работоспособна. Времени замены. Вот там самосвал в данном случае был. То есть как посчитать оптимальность замены самосвала с учетом стоимости того, что он перевозит, и стоимости запчастей, из которых состоится вот эта замена, плановый ремонт его агрегата. Наш цифровой, скажем так, он еще не механик, а такой пока младенец, он уже пытается это делать. Ну и опять-таки для системы. В самом начале говорили, когда у нас есть сложные технологические системы, и место этого объекта в системе может определять его требования к его надежности. Так вот, и тот же самый самосвал или экскаватор, они имеют разную ценность в этой системе. Соответственно, это учитывается при выборе оптимальной стратегии, и, соответственно, это можно посчитать, что нам выгоднее. Чтобы экскаватор поставил на плановый ремонт, либо один из самосвалов. Какие будут риски отказа этого объекта, либо того. Ну и самое, так сказать, то, что мы называем автопланирование, что действительно можно научить его планировать бюджет, именно в деньгах, прямо с точностью до рубля, с точки зрения оптимальности. Не с точки зрения каких-то мнений, а что нам оптимально по критерию риска. Вот. Есть разные методы и подходы к этой задаче. Опять-таки, вы как потребители ремонтов, наверное, этим не занимаетесь, но вот вокруг вас происходят некие работы по поиску алгоритмов оптимальности этих вот решений, менять либо ремонтировать, когда менять, на что менять. Это реально математический аппарат, есть система математического моделирования. Я думаю, что в ближайшие 5 лет вы увидите много решений без участия человека. Не только у нас, но вообще на рынке этих решений. А иначе зачем? То есть наша система АСУТАИР собирает данные, системы диагностики, данные по отказу, по состоянию. Приходит механик и начинает это все анализировать. Ну, механик, именно такой живой пользователь. И постепенно люди, которые давно реализуют такие проекты, они закапываются в этих отчетах, в этих данных. Они нас просят, дайте нам помощника, дайте нам Алису для механика. Алису для механика. Алису для механика. Алису для механика.